Эфир канал ОТС продолжает экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем с трагического ЧП в Искитимском районе Новосибирской области. Там на заводе в микрорайоне Ложок погибли рабочие. Жуткими кадрами из цеха поделились наши коллеги-журналисты издания «Комсомольская правда». Без серьезной ретуши видео показывать нельзя. Ну тут, конечно, прям втечку их зажало, само собой. Разнорабочие обслуживали оборудование городского карьера управления. Занимались чисткой корпусов, конвейеров и дробильно-сортировочных установок. Один случайно запустил ленту, и его одежда попала в механизм. Второй бросился на помощь. Коллеги погибли оба. Причем спасателем оказался выпускник сельской школы, 16-летний парень. Его напарнику был 21 год. Следственным отделом по Искитимскому району Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. В Черепановском районе Новосибирской области в огне погибли 3 человека. Вспыхнул двухквартирный частный дом в рабочем поселке Посевная. Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного, когда пламя полностью охватило жилище. Во время тушения обнаружили тела 37-летней женщины, 5-летней девочки и ее младшего брата. Остальных членов многодетной семьи не было дома. Из соседней квартиры тоже эвакуировали двоих малышей. Причины случившегося выясняют дознаватели ведомства и следователи СКР. Случился пожар и накануне вечером в Ленинском районе Новосибирска, в пятом переулке Римского-Корсакова, загорелся растеленный деревянный барак. Официально людей в нем давно нет с большими проблемами, но жильцы переехали в новые квартиры. А заброшку сразу облюбовали бомжи и местные подростки. Что за опасные игры они там устраивают, можно только догадываться. Здание не огорожено, доступ в него свободный. Расчеты МЧС на этот адрес приезжают регулярно. В этот раз на ЧП реагировали 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. А это кадры ночного пожара на улице Литовской. Рядом с ЖК Ясный берег загорелись частный дом и баня. Огонь полностью уничтожил строение. Самостоятельно из жилья эвакуировались 5 взрослых и 2 детей. Не пострадали. 12 человек и 3 единицы техники в течение 40 минут справились с открытым горением. Еще 3 часа понадобилось для разборки и проливки водой обгоревших конструкций. К другим темам. До последнего не верили, что их посадят. Сегодня Зайльцовский районный суд вынес приговор двум новосибирским адвокатам. Оперативники ФСБ уличили опытных юристов в мошенничестве. За деньги те обещали своим клиентам свободу, но в итоге потеряли ее сами. В квартиру Аллы Журкиной оперативники госбезопасности исследователи СКР нагрянули в сентябре 22-го. Во время обысков у нее нашли амфетамин, а под окнами в спешке выброшенный куст конопли. Так что в довесок к основному обвинению ей инкриминировали хранение наркотиков. Компанию на скамье подсудимых адвокату составил коллега Дмитрий Ефимов. Они путем обмана и злоупотреблением доверием похитили, то есть безвозмездно изъяли чужие денежные средства в размере 4,5 миллионов рублей, принадлежащие потерпевшей. Ведя ее в заблуждение и сообщив ложную информацию о том, что эти денежные средства будут переданы действующим сотрудникам ФСБ России, ГУМВД России по Новосибирской области, а также потерпевшему. Деньги Журкина и Ефимов получили от гражданской супруги задержанного за вымогательство Сергея Хомякова. По оперативным данным адвокаты обещали подкупить должностных лиц и заставить потерпевшего изменить свои показания. Киллер из 90-х и его подельник выслушали приговор, но совсем по другой статье. Обоих признали виновными в самоуправстве и освободили от наказания за истечением сроков давности. На решающее заседание по своему делу Алла Журкина и Дмитрий Ефимов пришли без сумок, которые подсудимые, готовясь к худшему, обычно собирают в СИЗО. Поначалу оба держались спокойно, а обстановка накалилась, когда в дверях появился конвой. До вступления настоящего приговора в законную силу меры пресечения Ефимова и Журкина изменить за предопределенные действия на исключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Первым свой срок услышал Дмитрий Ефимов за два эпизода мошенничества. Его приговорили к четырем годам общего режима. Аллу Журкину, кроме махинаций с деньгами криминального авторитета, признали виновной в хранении марихуаны. После совокупности преступлений, назначенных путем частичного сложения, назначенных наказаний, лишения свободного, 45 лет с отбыванием в исправленной колонии общего режима. Напряжение росло. Поняв, что ее отправят за решетку, Алла Журкина начала шептаться с супругом, игнорируя просьбы судей. Журкина, не отвлекаем вас? Не мешайте, пожалуйста, оглашайте. Как вести себя в зале суда? Оказавшаяся на скамье подсудимых адвокат прекрасно знала, но эмоции взяли вверх. На очередное замечание Журкина в сердцах бросила судье до Эдиты и, нарушив 310-ю статью ОПК, села. Зарегистрировано в КСК СЛИСК комитет России по Новосибирской области 4 мая 2023 года, номер 21.2.167.2023. А дальше случилось то, что никто не ожидал. Каким-то образом подсудимой удалось пронести в суд бутылку коньяка. Но ее попытку утопить горе в алкоголе пресек пристав. Теперь шею забираем. Присутствующие сейчас удалим с зала судебного заседания. Плакала во время заседания, прячась за группой поддержки и жена Дмитрия Ефимова, Наталья Южалина, как и ее супруг в прошлом прокурорский работник, а сейчас адвокат. И ее тоже улечили в мошенничестве. Дело рассматривает Центральный районный суд. Парам дали попрощаться и осужденных увезли в СИЗО. Изъятая у Журкиной бутылка коньяка осталась у входа в зал заседаний. А в Центральном районном суде Новосибирска бдительный пристав остановил вооруженного посетителя. При том, что в здание в этот момент заходили сразу 20 человек. Сотрудник определил в толпе персонажа с тростью и проверил ее. Оказалось, в рукояти спрятан клинок. На нарушителя составили протокол. Если его поймают повторно, выпишут крупный штраф или арестуют на 15 суток. Подозрительный багаж на внушительную сумму в пункте пропуска Павловка Карасукского района Новосибирской области. Пограничники регионального управления ФСБ изъяли контрафактный товар. Он был спрятан в рейсовом пассажирском автобусе. Видимо, хозяин груза посчитал, что минует кордон без всяких проверок. Однако 130 коробок с дорогостоящими телефонами и планшетами без труда обнаружили проверяющие. Партию электронных устройств уже передали таможенникам для принятия процессуального решения. Ее примерная стоимость 15 миллионов рублей. И последнее. На время утихомирили буйного новосибирца с улицы Забалуева, на которого долгое время жаловались жильцы окрестных высоток, приговорили и отправили на строгую зону. Его нападение на мать с младенцем и попытка откусить ухо патрульному стали последней каплей. Илюша опять норовается по поводу. Местного забулдыгу Илюшуна Забалуева еще помнят. Год назад он активно чудил во дворах высоток. Стоило ему немного принять на грудь, он поднимал по тревоге всех соседей. Его последние выходки едва не привели к трагедии. Сначала персонаж скинул трехлитровую банку из окна 16 этажа, целился в женщину, благо промахнулся. Потом нетрезвый злодей напал на гуляющую маму с младенцем. Он взял, он давай кидаться на меня, я начала от него убегать, у меня же кирика на руках. Все, он в итоге коляску опрокинул, в итоге мне все равно долетело. Пока ребенка успела прикрыть, прилетело мне по голове от него. Тогда Илюша раскурочил коляску. Все это есть на видео с камер наблюдения. Качество картинки, конечно, хромает, но понять можно, что там происходило. За женщину с ребенком заступился прохожий. 16-летний парень досталось и ему. Когда чаша терпения соседей была переполнена, они толпой окружили дебошира, скрутили его и связали веревками. В ожидании наряда ППС людям пришлось удерживать неадеквата силой. Но как только по вызову прибыли полицейские, тот и вовсе распоясался. Стал огрызаться и настолько активно работал челюстью, что едва не покусал патрульных. В итоге Буяна забрали в отдел, а пострадавшие до глубокой ночи описывали его алкогольные приключения. В протокол занесли избиение матери, порчу имущества, нападение на пятерых мужчин, хулиганку и так далее. С учетом былой непогашенной судимости сидеть теперь Илюше придется долго. В Ленинском районном суде города Новосибирска вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, частью 1 статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия гражданам либо угрозой его применения. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Субтитры создавал DimaTorzok